Сейчас мы находимся на территории каменистых меловых степей в селе Тушна. Сюда может приехать каждый житель Ульяновской области и познакомиться с уникальной природой, а также пройти по следам сурка. На первой официально открытой экологической тропе по следам сурка длиной в 6 километров национального парка Сенгелеевские горы можно встретить сурков, сусликов, лисиц, мышей полевок, филинов и орланов-белохвостов. Познакомиться с ними можно совершенно бесплатно, получив специальное разрешение в режиме онлайн на официальном сайте нацпарка Сенгелеевские горы. Особо любознательные могут взять платную экскурсию в сопровождении опытного гида. На данный момент у нас уже было проведено 6 экскурсий. Данная экскурсия у нас проходит с сопровождением нашего гида, то есть вы можете обратиться к нам на официальный сайт с запросом или позвонить по телефону, который указан у нас на сайте. Во всех СМИ у нас, во всех группах наших тоже указан номер телефона, то есть вы записываете на экскурсию и экскурсовод вас сопровождает. В этом году памятник природы каменистой меловой степи у села Тушна ставится на государственный кадастровый учет по проекту сохранения биологического разнообразия. Как пояснил Дмитрий Федоров, межевание территории проводится для того, чтобы не было самовольного захвата особо охраняемых зон под личное хозяйство или турбазы. Без межевания и постановки на кадастровый учет наши заповедные территории сталкивались с такими случаями, как самовольные захваты части земельных участков с попытками последующего проектирования и строительства индивидуальных живых домов. В частности, у нас такие ситуации были на территории памятника природы Белое озеро в Николаевском районе, на территории памятника природы Белое озеро или Белое Лебяжье в Маинском районе и целый ряд таких заповедных территорий, которые одновременно являются еще и объектами туризма и посещения. Планируется, что в следующем году откроются еще две экологические тропы нацпарка – Арбугинская гора с смотровой площадкой и Гранное ухо. На этих территориях сейчас проходит зонирование. Участки из заповедной зоны переводятся в статус особо охраняемой природной зоны. Напомним, за нахождение на таких территориях без специального разрешения предусмотрена административная ответственность для физических лиц в размере от 3000 рублей. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин